Сетсу И тогда предсказательницы, направляя, даруют им знак Иногда это лекарство, иногда яд Какой же путь предскажет таинственная сила? Только девушки старше пятнадцати могут понять ее Одни становятся богинями, другие же ведьмами Такие они, девушки города предсказаний Уроры! Город предсказательниц Третьих! ГОНЕ ДВЕРАЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как можно быть настолько бесстыдными? Ой! Ай-яй! Больно-то как! Да что она забыла в лавке нацами в такую рань? Она всегда тут завтракает после ночного обхода. Да, Сако? Именно. Спасибо за работу. Приятного. Спасибо. Ты с семьей Тацуми? Кон, правильно? Да. Ты только ее имя помнишь? Так не честно, а как же мы? Хм, Чичи Якути? Чи Якоми! Кстати, Чия, куда ты так рано ходила? Ты так несколько дней уже уходишь. Но на самом деле я пытаюсь найти маму. Я думала, что сразу ее найду, как только приду в Мироча, но... Я не думала, что тут живет столько народу. А на рассвете людей не так много, и я думала, так легче будет искать. Ну, знаешь, на рассвете ты встретишь только... ...странных и пугающих личностей. Так. Ты ищешь свою маму? Я сделаю все, что смогу, чтобы помочь. Правда? Помогать людям моя главная задача. Супер! Итак, для начала, как зовут твою маму? Без понятия. Возраст? Без понятия. Как она выглядит, особые черты? Без понятия! Ты вообще хоть что-то о ней знаешь? Неа! Ах, мисс Супнины поистине самый лучший в мире. Саку! Чия, ты правда ничего не знаешь? Неа! Да как же можно кого-то найти, не зная ни имени, ни внешности? Коми, успокойся! Так ты не поможешь! Не забывай, Чия ведь выросла в горах. Я уверена, она думала, что сможет найти маму по следам или по запаху. Правда, Чия? Это же глупо! Люди не могут так делать. Ты в порядке, Ком? Я же пыталась тебе помочь! Успокойся, успокойся! О, я знаю! Мы ведь можем использовать предсказания! Хорошо, Чия! Давайте попросим наставницу Нину найти маму Чии! Она ведь Урара пятого ранга! Точно! Вы сможете, наставница Нина! Я прошу прощения. К сожалению, я не смогу помочь. Что? Найти человека, не имея ни малейшего представления о нем. Не под силом даже Урари первого ранга. Единственная, кто сможет помочь, это легендарная Урара первого ранга. Легендарная Урара первого ранга? Ты знаешь ее, Саку? Да! Серьезно? Какая она? Не встречала и не видела ее. Но если верить легендам, то нет ничего, что она не смогла бы предсказать. Говорят, она видит то, что не видят другие. Даже богов Мейрочи, в которых верят все Урары. Эх, звучит так. Будто бы она и не человек вовсе. То есть, если я пойду в первый округ и обращусь к таинственной Ураре, то смогу найти маму? Боюсь, что это невозможно. Что? Урара не могут попасть в округ уровнем выше, чем их собственной. О, серьезно? Это самый главный закон города Мейрочи. И еще я слышала, что это дорого, спрашивать советы у Урара первого ранга. Что? И кажется, что они не часто принимают посетителей. Как? Как там Чея? Она и на занятия не пришла. Должно быть. Утренний разговор ее сильно шокировал. Мы можем ей чем-то помочь? Раздобыть информацию? Я достаточно хорошо рисую портреты. Лицо мамы Чеи? Они, наверное, похожи. Беленькое и пушистое и с красными глазами. Ук-тэ. Готово. Что там? Не-не-не-не-ничего. Совсем ничего. Мы просто представляли себе, как твоя мама выглядит. Когда я была маленькой, я тоже часто представляла ее, когда ложилась спать. Что она сильная, как медведь. Проворная, как заяц. И крутая, как волк. И красивая, как фазан. И что она летает высоко в небесах, как сокол. Вот как-то так. Демон какой-то. И не говори. Демон. Да нет же, она человек. Как так получилось, что вас с мамой разделили в самом детстве? Ты ведь с кем-то жила в горах, да? Ну, это длинная история, но... Меня воспитала Сэццо. Сэццо – подруга моей мамы. Сразу после моего рождения мама попросила ее присмотреть за мной, пока мне не исполнится пятнадцать. Погоди, это все? Ого. Сэццо больше ничего сама не знает. Да где же предел вашему незнанию-то? Но нам вдвоем всегда было весело вместе в горах. Сэццо для меня друг-учитель. Она для меня как мама. И как бы эгоистично это не было, но я хочу встретиться с моей настоящей мамой. Нет. Это совсем не эгоистично. Мацука проснулась. Что случилось, Нана? Просто я тоже не помню лицо своей мамы. Она умерла, когда я была маленькой. Я не знала. Но мне никогда не было одиноко. Моя сестра всегда заботилась обо мне. И Саку была рядом. Но я бы тоже хотела увидеть маму, даже если на мгновение. Мацука — это кукла, которую мама купила мне, когда я родилась. Она хотела, чтобы я выросла доброй и здоровой девочкой. И, наверное, Именно поэтому, когда я с Мацука, мне кажется, что моя мама наблюдает за мной. А еще, когда я не могу уснуть, она стоит у моей подушки. И наблюдает за мной. Страшно-страшно-то как? Нана, не пугай так. Совсем не страшно. Правильно. Мацука добрая. Меня пугает ее лицо. Найти человека, не имея ни малейшего представления о нем, не под силом даже ураром первого ранга. Если кто и сможет это сделать, то только легендарная урара первого ранга. Девятый округ Стой! Ты куда собралась посреди ночи? Я предполагала, что после утреннего разговора ты захочешь пробраться в первый округ. Но урара десятого ранга как-то не имеет права пройти через эти ворота, ни при каких обстоятельствах. Идем, я отведу тебя обратно в Нацуми. А мне не нужен пропуск через ворота. Я их запросто могу перепрыгнуть. Эй, стой, 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 Чия! Если ты перейдешь через ворота, я действительно выгоню тебя из города. Это главный закон Мейроча. Предсказательницы этого города гордятся своей работой и рангом. Вот почему они работают так усердно каждый день, чтобы однажды заслужить пропуск в эти ворота. И я не прощу того, кто нарушит этот закон. Но как же я тогда найду свою маму? Псетсу говорила мне, что моя мама тут, в Мейроча. Именно за этим я здесь. Но! Без разницы, легендарная урара это или боги. Если они мне помогут, то я пойду куда угодно. Можешь меня выгнать, мне все равно. Если я не могу увидеть свою маму, то какой тогда мне смысл оставаться в городе? Тебе просто нужно стать урарой первого ранга. А? Тогда ты сможешь пройти через эти ворота и встретиться с легендарной урарой. А еще ты сможешь накопить денег, чтобы оплатить эту заоблачную цену. И... И мне не придется тебя арестовывать. Да, точно. Капитан Цаку! Ты такая умная! Я стану урарой первого ранга! Конечно, но это непросто. Да, но я приложу все-все. Хорошо. Тогда пообещай мне. И до тех пор, пока обещание в силе, я буду поддерживать тебя. Капитан Цаку! Не-не-не, так близко! Я давно хотела тебя спросить. Почему ты носишь такую открытую одежду? Хотя в городе живут только женщины, но ведь сюда приходят и мужчины. Прыби хоть немного сдержанности. И если ты продолжишь так прыгать, то все увидят... Ну, так твое... Твое нижнее белье. А что такое нижнее белье? Э? Что? Не-не-не-не-не, только не говори мне, а? Что? А-а-а! 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 Все майки.ру! Крупнейший интернет-магазин прикольных футболок в России и СНГ. Здесь вы можете найти футболки, толстовки, кружки и многое-многое другое. Создай свою футболку в крутом конструкторе на всемайки.ру. Специально для зрителей скидка 10% на все по промокоду ANIDAP. Сегодня вы будете делать предсказания самостоятельно. А-а-а! Наше первое практическое занятие! Да, верно. Метеомантия — гадание нападающей звезду. Форма астрологии, которая предскажет, сбудется ли желание вашего клиента. Наконец-то настал этот день. Практическое занятие, о котором я мечтала с детства. Пожалуйста! Пожалуйста, Нина, научите нас! Божечки, чья ты так воодушевилась! Я тоже! Пожалуйста, наставница! Я надеюсь на ваши знания и под... Божечки! Ой-ёй-ёй... Да что с ней такое? Гадание по звездам. Ну что ж, приступим. Давайте спросим у звезд, сбудутся ли наши желания. Да! Для начала нам потребуется чёрный фонарик, палочка и свеча. Потом закройте шторы, чтобы комната погрузилась во тьму. А теперь сконцентрируйтесь и направьте ваше желание на фонарик. Закройте глаза и проделайте 12 дырочек в фонарике горящей палочкой. Они могут быть где угодно. Получится вот так. Ох, как красиво! Они похожи на звёздочки. А потом аккуратно наклоните свечу в фонарики с вашим сокровенным желанием. И подожгите его. Поджечь? Всё верно. После того, как вы его подожгли, медленно посчитайте до 12. Затем оберните его одеялом, чтобы потушить. Если хоть одна звезда осталась на обугленном фонарике, то да, результат положительный. Желание сбудется. Получается, если звёзд не осталось, то желание не сбудется. Да сбудется, смотри! Обманщицы никогда не станут хорошими урарами. Прежде чем вы приступите к выполнению предсказания, есть кое-что, что я должна вам рассказать. Существует одно правило, которое ни одна урара не должна нарушить. Никогда. Вы никогда не должны гадать на богов Мейроча. Мы все используем их силу для предсказаний. Если вы попытаетесь узнать о них что-либо, ваши силы исчезнут навсегда. Вы так много раз их упоминали. Но вправду ли они существуют? Ох, ты не веришь в них? Тут в Мейроча множество богов, их как звёзд на небе. Вы не можете их ни видеть, ни слышать. Но они всегда наблюдают за нами. Всегда? Даже когда мы кушаем. И когда спим. И когда мы купаемся. Небо темно-свот, звёзды озарят. Молят в темноту, знать ответ хотят. По двенадцать нас в каждом фонарике. Да расскажут нам они про наши желания. Раз. Четыре. Воздух как будто изменился. Что за странные чувства? Пять. Шесть. Семь. Восемь. Чия. 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 Что за запах? Чия, твои волосы. Что? Чия, стой. О нет, пожар, гори. Сестра, постронись. Чия, закрой глаза. Божечки. Теперь мы не узнаем результат. Ком, простите. Не повезло с самого начала. А что, если и дальше так пойдёт? Бессмысленно волноваться о случившемся. Нам нужно что-то сладкое, мы позабудем свои печали, отвлечёмся. Желейные шарики со сливовым сиропом и фруктами. Рецепт радости от Коми. Коми лучше всех умеет поднять настроение. Да ладно, просто попробуй. И тебе станет лучше. О, капитан Сако, на сколько человек вам столик? А, для меня и... Офицеры стражи десятого округа города Майорачо. Ошима. И Шиазава. Столик на троих, пожалуйста. Да тиши вы. Капитан Сако. Сакликнуть к капитану? Даже мы с ней не так близки. Но растерянная капитан такая милая. Вы сюда тоже пришли, чтобы отвлечься? Отвлечься? Вот, пожалуйста. Как обычно, супер острая карри. Карри в кафе со сладостями? Как круто. Что это? Выглядит так вкусно. Хочешь попробовать? Да. Кормит с ложечки. Капитан Сако. Стой, прекратили, над камнем чья. Вы тоже хотите? Да, мэм. Честь для меня. Вы очень любезны. Капитан покормит с ложечки. Потрет наши щечки. Точно? Вы так сильно этого хотите? А я и не замечала. Ох. Капитан. Извините, еще два карри, пожалуйста. Будет сделано. Я была уверена, что вы обе сладкоежки. Простите меня. Нет, Капитан Сако, мы... Мы хотели вашей карри. Все. Больше ни слова. Как же я могла... Как же я могла не понимать ваших чувств раньше. Капитан. Извините. Не могли бы вы сделать супер-мега-острой карри? Капитан. Капитан Сако всегда заботится об окружающих. Сако не любит сладости. Но она всегда добрая и приветливая со всеми. Когда я была маленькой, она часто баловала меня. Наверное, сегодня меня тоже балуют. Но я уверена, только пока сестра рядом. Нона? Но сегодня все пошло не так. Может, мне просто не предназначено стать Урара? Не переживай! Ты обязательно станешь великой Урара! Вау, Чия, откуда такая уверенность? Все потому, что я собираюсь стать Урарой первого ранга! Первого ранга? Вы только посмотрите на этот рот, толкающий великие речи. Видно, он весь в каре. Чия, выдрись! И руки выдри, руки! Коми, неси салфетки! Однажды, когда я была маленькой, я спросила у мамы. Мам, а какие они боги? Это то, Кон, что ты не должна желать узнать. Но я скажу тебе вот что. Только Урара, выбранная богами, может видеть их и слышать, когда другие не могут. Ты хотела бы стать такой Урарой? Расскажи, что случилось сегодня на уроке? Я как будто что-то услышала тогда, как будто кто-то звал меня по имени. Может, ты слышала? Голоса богов, Чия. Эээ, да нет! Я и слов не разобрала, да? Ты мне почудилась, наверное. Чия! Я тоже хочу стать Урарой первого ранга. Тогда... Тогда давай станем ими вместе! Давай вместе! Теперь это будет нашим секретом. Ага. Эх, мамы боги все равно нас услышали. Это верно. Отлично! Давай загадаем желание. Желание стать Урарой первого ранга. Давай. На удачу в завтрашнем дне. Давай же, звездочка, падай! Мы ждем. Продолжение следует. Перевод на русский Юри. Текст читали Джей Деэстер. Отдельное спасибо Фраксинусу. Видео предназначено для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра. Сайт anidab.com. Релиз не для продажи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok